Небензя Такие вот двойные стандарты от путинских марионеток Познание в математике – не самая сильная сторона расистов Российская армия теряет примерно 45 единиц военной техники в день Захватывая при этом примерно 0,7 квадратных километра территории При таких темпах, чтобы завоевать Украину, армии уродов понадобится 31 миллион единиц танков и бронетехники 1200 лет и более 100 миллионов погибших бойцов Ну что же, удачи! Нефть в Дубае и в Сургуте нашли одновременно Но почему-то у арабов фонтаны со светомузыкой, а у тюменцев фонтаны из фекалий Это Россия! Сидят два выродка и разжигателя войны в студии Первого канала У обоих зарплата под 100 тысяч долларов в месяц Упиваются безнаказанностью и ржут над тупым скотом, который подписывает контракт с Минобороны РФ, чтобы превратиться в бездыханный кусок мяса где-нибудь в Украине Знаете, Дмитрий Константинович, как-то мы с моим очень хорошим другом, многодетным отцом сидели со всей его семьей, смотрели «Вести недели» В какой-то момент он сказал мне, что это было задолго до спецоперации даже нашей еще Я вот послушал Киселеву, а хочется встать просто под ружье, хочется пойти в атаку Мне очень понравилось это его самочувствие Это ваш дар, дар вашего с... Ну ты дебил А тем временем губернатор Курской области занят действительно важными делами Он запретил мигрантам работать в такси Я подписываю, вот буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси Такие же решения могут приняты у нас и по другим отраслям После теракта в Крокусе в России усилились облавы на мигрантов В треть регионов уже ввели различные ограничения на работу иностранцев Так власти с одной стороны изображают борьбу с террористами А с другой вынуждает мигрантов брать российские паспорта А потом, соответственно, вручают им повестки на войну А сейчас новость про новую путинскую элиту Каннибал и расчленитель из Волгоградской области встретились на войне в Украине И вот они на фото Слева Дмитрий Малышев В 2015 году он мало того, что убил своего знакомого, так еще и вырезал у него сердце Пожарил и съел его Процесс готовки при этом он снимал на видео Еще он в составе ОПГ убил двоих бизнесменов и похитил их имущество И посадили его на 25 лет Но просидел Малышев меньше половины срока В октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт Вместе с приятелем по колонии Это Александр Масленников В 2017 году он убил и расчленил двух девушек За что получил 22 года Ну и, как вы понимаете, тоже вышел досрочно Малышев рассказал журналистам, что отправился воевать Чтобы детям в школе не преподавали секс-просвет А на улицах не было геев Теперь на улицы российских городов могут выйти каннибал и насильник-рачнитель Причем не только в Волгоградской области С начала войны из колоний освободились как минимум четверо убийц-людоедов На их счету не менее 12 жертв То есть буквально полностью или частично съеденных людей Тем временем в школах вместо секс-просвета Собирают обмундирование для солдат и чествуют вагнеровцев В Пермском крае в школе открыли парту героя в честь Максима Кузнецова Его судили за угон машины и пьяное вождение В 1922 году он ушел на войну добровольцем Вступил в чувака Вагнера и погиб на фронте А в Татарстане детей заставили собирать деньги на УАЗик для военных Автомобиль купили на средства от продажи выпечки и подделок на школьных ярмарках И еще одна безумная новость Доносчик Виталий Бородин, вы наверняка его помните Требует проверить магазин ЦУМ на предмет пропаганды ЛГБТ И все из-за коллекции Ветмо с редкими принтами группы Тату Альбом с ремиксом песни All The Things You Set вышел в 2002 году на обложке Лена Катина Лежит в объятиях Юлии Волковой Вещи, как видите, недешевое платье около 100 тысяч рублей Футболки по 75 тысяч рублей Вообще же ЦУМ излюбленное место детей и жен чиновников И остается только гадать, чем закончится проверка генпрокуратуры Тем временем ЦУМ от греха подальше уже удалил вещи из этой коллекции со своего сайта Что об этом всем думает экс-участница Тату И, между прочим, праймерис Единой России Юлия Волкова пока неизвестно Госдеп США обвинил Россию в применении хлорпикрина в Украине И я напомню, что впервые этот газ использовали как боевое отравляющее вещество в Первую мировую войну Он раздражает кожу и слизистые оболочки, вызывает бронхит и отек легких, поэтому считается химическим оружием Женевский протокол 1925 года запретил использование хлорпикрина Однако советская армия применяла этот газ, в том числе в Афганской войне Семь лет назад Россия отчиталась об уничтожении последнего химического боеприпаса По данным журналистов, в Украине при этом российские военные используют гранаты с газом И сбрасывают их с беспилотников на укрепление ВСУ, чтобы выбить военных с позиций А президент Франции Макрон вновь заявил о возможности отправки войск в Украину По его словам, если Россия прорвет линию фронта, а от Украины поступит запрос То союзникам придется всерьез обсуждать вопрос переброски своих войск Главная задача для Запада это не дать Путину одержать победу Потому что тогда российская армия может вторгнуться и другие европейские страны Это подчеркнул Эммануэль Макрон Тем временем на Кипре появилась новая пророссийская партия В своей программе она собирается активно развивать связи с Россией Один из представителей партии Мариус Фотио уже давно сотрудничает с Россией Он был и наблюдателем на выборах и даже просил у кипрского президента Разместить на острове российскую военную базу В 2017 году этот человек вместе с Милономом возил на Донбасс оптические прицелы И это уже не первая попытка создать пророссийские партии на острове В прошлые разы эти процессы курировали российские разведчики Можно предположить, что и в этот раз партию придумали чекисты в пыльных московских кабинетах Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю почему Потому что... Ну потому что... Потому что потому Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok